привет дорогие друзья я приветствую вас на своем канале и сегодняшний наш выпуск будет максимально особенным потому что в этом году 14 октября наш дорогой любимый покров отмечает свое 65-летие у нас юбилей покрова и этот выпуск я посвящаю всем тем кто по каким-то причинам уехал из города или родился здесь на уехал то есть людям которые здесь не живут но которые хотят увидеть как протекает жизнь в городе детства юности может быть даже старости начнем мы наш кураж бомбей с района маркс и потихонечку будем подниматься в сторону 35 белых лебедей короче пройдем по всем значимым местам которые прошли какие-то изменения перестройку которые частности как-то преобразились очень у нас красиво золотая листва под ногами может будем встречать каких-то интересных покровчан которые скажут какое-то поздравительное слово к празднику так сказать почему-то мне показалось что это важно все-таки город красивый и для многих людей он очень родной вот для тех кто родился за марсом сразу хочу сказать что деток стало очень много здесь короче и бывает и дешево просто ты в шоке 60 70 детей на площадках то есть если раньше он считался каким-то таким наркоманским преступным то сейчас он такой уже более стал семейный сюда приезжают молодые пари детки играются на площадках слушать музычку короче город потихоньку преображается сейчас мы зайдем немножечко у пацанов колоночка все посмотрим как плюс-минус у нас дворе благородились ну сразу смотрите плиточка новенькая все более менее положили да может кто-то узнает свой двор которым проходила его детство и юность красивенько уютненько кстати вот это вот хоккейная будка которая была вот покручатого кто может помнить была огражденная типа ну сейчас уже все снесли типа эту резину просто типа как такая площадка дико без ограждения короче уже там хоккейной площадочки нет а так принц пишу марс к марс ничего нового все так же вот разные граждане идут по делам кто-то гуляет собачкой короче максимально уютно и спокойно малые лазят по погребам короче потихоньку жизнь идет то есть мы потихонечку тоже выйдем парк но я вас хочу предупредить этот выпуск по умолчанию не получится коротким потому что показать нужно будет многое и пройти по разным интересным местам такой у нас короче выпуск к юбилею мистер покров и короче вот потихоньку мы вылазим с марса с панельных пятиэтажек вот как бы в принципе если вы прям давно здесь не были то вот это вот здание в котором была там столовка для чего тут было уже не помню точно помню что здесь было кафе голливуд в котором был крокодил короче и алкашевали мужики я сюда приходил в детстве посмотреть на крокодила вот генделек короче вылазить прикольно но сейчас здесь у нас второй этаж полностью спортзал качалка короче на первом у нас типа как торговый центр со всякими там шмотками но такое здание облагородили все красивенько сделали легион качалочка ну как бы так просто ну я не знаю картинка сумасшедшая потому что вот это вот золотая осень эти красивые деревья цвета вот эти вот все просто сказка и вот мы потихонечку сейчас зайдем в парк который был перестроен преобразован сейчас мы все увидим сегодня выходной должны быть люди тоже мы сейчас чисто так по кругу придемся чтобы захватить всю эту красоту вот это вот аллея с канадскими кленами была заложена самая первая то есть этот от входа от этого гурмана типа и дальше до фонтана вот эти вот деревца канадские клены были самые первые я здесь тоже копал принимал участие короче закла за такси как это правильно сказать то есть закладывали вот это вот первую аллею то есть инициатором был резинопласт но из самых больших предприятий в нашем городе которая это все дело так сказать профинансировал и по факту эти деревья сейчас самые большие из сам из новых как-то так ну потихонечку сейчас пойдем посмотрим на всю эту красоту потому что по факту реально я помню когда занимался легкоатлетикой просто короче вот где-то по вот этот фонарь еще была более-менее цивилизация там дальше был пролесок все остальное тупо дебри заброшенное со шприцами и тому подобным а сейчас сейчас у нас по факту просто такая лаунж зона для прогулок отдыха просто но неописуемая красота особенно осенью выйти пройтись посмотреть на эту всю красоту уже как бы пролеска сто лет в обед как нет на его месте сейчас находится такой как бы ресторан базилик полностью новый красивый который был сделан на месте пройтись у ребят отдыхают какие-то балдеж по факту балдежный город для воспитания детей для семьи есть куда пойти посидеть подышать воздухом детям есть как повезти время короче сказка как-то так ну вы можете вспомнить этом в вашей молодости это может здесь было колесо осмотра огромное которое впоследствии было распилена на металл что-то еще было здесь при союза но по факту сейчас уже этого ничего нет но и нет ничего плохого абсолютно новый парк вот с газончиками с такими вот классными лавочками на которых можно покататься кафешка вот такая большая молодежь там любит покрыть кальянчики подыхать посидеть в общем красота неописуемо и да хочу сказать мы это видео разобьем на две части то есть первая часть мы пройдем по такой населенной части покрова по парку там калинина 35 здрасте снимаю видео к юбилею покрова потом на ютубе это увидите найдете может себя люди катаются всякие такие лошадки красиво так вот короче мы видео разобьем на две части у нас будет одна часть желаю часть покрова а вторая мы там сходим где-то на пляжик короче в сосняк посмотрим как обстоят дела на пляже в сосняке и в таких местах более для отдыха поплавать позагорять на которых можно короче он прикольно как малой сделали на голове уже венок где-то отдыхают фоткают наташа привет балдош ничего не скажешь честно как бы и за эту всю красоту от в частности за парк я хочу поблагодарить каждого покровчанина потому что это заслуга каждого из нас трудящего человека налогоплательщика за чей счет была разведена вся красота это все для нас чтобы мы могли пойти поддыхать провести так сказать время сейчас мы тоже подойдем более такой инновационной части вот недавно была сделана площадка для бадминтона сам как бы здесь толком еще не был сейчас посмотрим вместе как это вся красота выглядит блин ну смотрите надо же сказка ребята это все для вас для тех кто уехал для людей которые здесь не живут делаю это видео для вас может он где-то будет перетянутой перезатянутая короче но по-другому никак надо просто показать людям что у нас есть в городе потому что реально люди которые здесь уже не живут 10 20 30 лет им интересно увидеть как как здесь обстоят дела может им родственники какие-то там фотки сделают ну покажут ну я думаю что такой видик будет полезен вот смотрите такой теннисный корт новый полностью там такая вот резиночка лежит на стадионах я не знаю честно как сюда как посещение организовывается здесь закрыто надо где-то может с кем-то договариваться чтобы взять ракетки и прийти сюда газончик смотрите просто ну песня ребята отдыхают такие вот муралы тоже на стеночках нарисованы там такая абстракция типа как озеро поляна как-то так привет так смотрите там уже дальше пошла лучше там в сторону котельны ничего особо интересного там как бы по факту со времен цикл за ничего не поминалось ну а тут будет у нас облагораживаться тоже травка может это посеяться там вот рисуночки такие сделали гуляем сейчас по парку все что надо все есть хочешь пивка попить попей пивка музыка постоянно играет но можно было бы конечно музычку повеселее немножко сделать по факту то тут такой бывают груз лежит на сердце тяжкие тяжкие груз то есть можно было что-то повеселее крутить как бы молодые деревья кстати все тоже зеленение там своим ходом идет посеяли газончики шахматный клуб в принципе как был так и остался ничего нового только тут так подкрасили что можно было вот что такое вот такие приколы короче происходят потом что немаловажно наш городской бассейн тоже преобразовался благодаря стараниям патуха языка то есть нашего градообразующего предприятия бассейн обрел новое красивое лицо сейчас я вам это все покажу такие машинки детки катаются тоже есть как бы по факту смотрите какая красота тоже что-то невероятное был просто ну как бы савдеповский силикатный кирпич ну убитое здание сейчас у нас уже по идее к этому сезону может быть и откроется то есть они поменяли окна фасад облагородили утеплили и полу так по их по информации тоже полностью ванна переделывается бассейн полностью перекладывается то есть будет красота спасибо комбинату за то что заботится о нас в нашем здоровье есть нам куда пойти поплавать зимой и получить кайф вот кафешка ведь house как бы есть у нас тоже пивко шаурма там шашлешки курсирует паровоз для деток тоже немаловажно можно покататься фонтан новый ну люди как бы да вот ведь отдыхают тоже тут можно для деток вот попрыгать полазить короче есть еще в принципе здрасте встречаю знакомых покровщан спорт площадка тоже нам работа кипит пенсионеры в перемешку с молодыми лупашек короче так короче смотрите еще привет фасад вот так вот зашили короче под кирпичик красивенько но и березовая такая вот обшивочка бассейн но реально преобразился с учетом того что крышу со спутника если посмотреть будет она виде прапора украины короче говоря положили такую профнастил короче и в виде флага красиво опять же озеленили тут дубки посадили молодые березки то есть еще годик-два будет просто конфета будет красота неописуемо нормально сделали пойдет вот у нас по факту значит фасад бассейна уже облагорожены красивенький но так сказать сыр горджи не кидзе уже нет по понятным причинам где коммунизация все дела и памятника ленина возле мариса тоже нет в этом мы коснемся чуть позже покажу вам этот район мы находимся на площадь джинькидзе так по старой памяти короче вышли с парка на улицу калинина тут в принципе так какие-то магазинчики мелкая торговля кофейная . здание вот библиотеки почты такое вот место пойдем сейчас дальше вдоль поколения но потом свернем пойдем к больнице потому что это место стоит особого внимания но для меня лично очень красивое место просто сумасшедшая смотрите просто иду от слева по кантику чтобы показать вам эту всю красоту короче желтые деревья люди гуляют уже с колясками с детками жёлтая такая осенняя улица красивее управление комбината административное здание принципе как но не особо не поменялись никак ничего новенького как было так и есть вот покровский горный час богачивальный комбинат возможно у кого-то из вас здесь начиналась трудовая карьера трудовая деятельность я сейчас передаю привет многим людям которые уехали на север потому что наши спецы в большой цене реально которые что-то умеют которые что-то понимают в горнодобывающей отрасли вот он ведь и такой памятный знак рудник покровские копии первые пути марганца были добыты в июне 1886 года то есть можно сказать это год основания покрова начали сюда съезжаться люди честные со всего мира и трудиться как бы так центральная 13 мы сейчас по этому адресу идем каштаны уже как бы абсолютно не тянут наш климат поэтому уже стало очень жарко и душно и они просто выгорают в июне в июле они уже желтые стоят им уже тяжело климат поменялся они бедолаги уже тоже не справляются такие красивые смотрят эти собачки гуляют в принципе как по центральной все по старому есть какие-то конечно новые открытые частные бизнесы какие-то короче парикмахерские студии маникюра педикюра ну такого плана в общем-то заведение так и вот сейчас на этом повороте на магазине орхидея который здесь был спокойный ков мы короче тупо поворачиваем налево и пойдем по медичный одно из самых красивых улиц покрова по моему мнению гляньте ну это просто ну сказка вот это цветы вот эти все цвета это просто балдеж вот сейчас мы потихонечку будем выходить на медичную вот пожежная частина в которой уже у нас имеются новые машины балдежные для тушения пожаров в принципе такая максимально готовая боевая часть которая готова потушить в любой момент сказка сказка осенью в покрове очень красиво вот смотрите возможно вы когда-то по этим улицам ходили и вам интересно как это все сейчас выглядит то есть многие люди которые уехали на север уже имеют там снег по колено не погоду там уже вообще жопа полная короче кто-то в питере живет короче к сожалению по понятным причинам люди из покрова разъезжаются и буквально недавно мы вот встретились с соседом который по факту был и остается не последним человеком в городе покров и он сказал что ну прикинь у нас жило пятьдесят тысяч человек пятьдесят тысяч человек было в покрове а сейчас если будет двадцать то это уже хорошо если хотя бы вот нас собирается двадцать тысяч жителей то есть люди в поисках лучшей жизни уезжают из этого уютного городка вот это вот у нас отдельная часть архитектуры такие вот сталинки двухэтажные большие квартиры такие достаточно уютные сейчас эта улица у нас тут медично четыре тоже она как бы переименована попала под переименование сейчас мы потихонечку пойдем дальше дойдем до здания поликлиники там снимем какие-то тоже красивые кадры такая вот улица тоже очень уютная особенно осенью пошурчать листвой побушать костаны прикольно пришли мы вот уже перекросточек дальше туда у нас идет богдановская богатительная фабрика тут здание общежития возможно в этих местах приходила ваша юность молодость а потом вы уехали такие вот золотые коридоры уже давайте придем просто запечатлим этот момент в истории а здесь такой красивый у нас дом двухэтажный находится такая у нас сегодня короче пешая экскурсия по покрову по его красивым местам вау смотрите ну это что то это ж просто что то невероятное глянь это балдож просто балдож это золотые листы сказка сказка конечно вот смотри ой пипец не денет листы с корней чуть-чуть побаловались и идем дальше и идем дальше там какие-то уютные твары красивые вот у нас уже пошел в ход в городскую больницу въездом в родильное отделение и тому подобное а вот идет Павел Юзиков который сейчас скажет пару слов памятному событию юбилею покрова Паша здравствуй а это стример наш идет осенний пейзаж не валь скажи пару слов годовщине покрова людям прекрасный город люди прекрасные все прекрасно красиво идем праздник все красиво спасибо большое вот большая удача что попался интересный человек который сказал слово короче говоря это класс пошел у нас тоже там спуск на Калининах вот такой короче говоря идем многое конечно поменялось уже это сто процентов и я уже это говорил как бы но спасибо каждому покровчанину потому что этот город это лепта каждого из нас сейчас мы уже вылазим выходим и увидим просто это обвернутое здание больницы нашей гляньте это просто сказка начало сейчас еще листва вот краснеть уже где-то может какие-то были ночные легкие приморожки гляньте ну это это того стоит запечатлеть эту красоту просто сказка вот 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 с этой локации мы уже потихонечку выйдем на фонтан на площадь цирка и там уже посмотрим какие изменения как оно выглядит все в принципе все сейчас вам покажу вот мы находимся на этом вот вот перекрестке который ведет дальше там на милицию вот по старой памяти вспоминаете ну тут уже такая вот новая недвижимость торговая такие мафы может там колбаска пицца тому подобное вот то есть вот мы от больницы пошли дальше потихонечку тут такая вот торговля у нас стихийная всякие интересные фрукты овощи аккуратно все-таки не надо отвлекаться от дороги игрушки в сороке смотрите вот вот общался короче со своим товарищем который в начале войны уехал ему было интересно как выглядит его район короче и он был впечатлен все поменялось построили новые вот эти вот мафики всякие то есть там где-то деревья подрезали еще что-то тотально перестроили пятую школу теперь это НВК-1 получается у нас навчального родничий комплекс или как оно там переводится первый была пятая школа она получается пришла такую тотальную модернизацию утепления ремонт то есть спортплощадка на подходе сейчас вам так покажу заднюю часть как она вот выглядит типа новая школа короче сделали новую школу короче так вот извините так аккуратненько здание гостиницы юность полузаброшенная короче одна часть это значит магазин по бытовой технике фокстрот вторая часть такая заброшка типа что с ней будет типа тоже перед пытанием что с ней будет как бы будет видно то есть как бы я так соблюдаю хронологию в принципе я думаю что вы не запутаетесь так как мы идем мы вышли сейчас от больницы идем к фонтану посмотрим площадь короче говоря увидели как как оно вот сейчас где бы вы не находились будь то Европа или Россия или любая другая точка вот смотрите вот наша площадь цирка кофейня смайл очень классная кофейня я балдею мне там нравится попить кофе очень короче в этой кофейне смотрите смотрите вот мы вышли тоже люди отдыхают балдеют сидят молодежь типа катается на скейтах вот типа ну в ДК она входит в ДК здание тоже как я так понимаю полудействующее полутипа живое это здание короче в арендах все в арендах все оно в арендах малые катаются на скейтах вот фонтан тюльпан и короче враждане записывают какие то тоже поздравительные моменты ко дню города да какой то может клик или кто то будет петь ну вот такие приколы типа какие то как интересно ну не будем мешать пусть занимаются да короче вот такой фонтань фонтань еще клиточка все ну там тоже для деток типа покататься погулять есть и мы сейчас потихоньку пойдем типа к этому к 35 в те края типа привет привет а вот она типа одна из инноваций таких в покровских такая вот типа как из зонтиков крышно ну прикольно скажите пофоткаться да? Интересная такая затумка, это же люди фоткаются, а вот с детками взляют, привет, покрывчаны катаются и видимо будет у нас достраиваться, что-то, видите, опоры стоят, что-то будет строить, прикольно, классно, вот, и снова в этом районе общественный туалет, короче, общедоступный, который находится на месте старого городского туалета возле универмага, я думаю, вы понимаете, где мы сейчас идем, вон, Покровский ЦУМ, Покровский ЦУМ, короче, будем встречать покровчан, интересных людей, которые будут говорить какое-то хорошее слово, про наш любимый город, в честь своего праздника, вот, здание туалета, кстати, очень удобно, потому что реально, раньше вообще не было точек, где можно справить нужду свою, вот так, вот, мы на универмале, вот, короче, у нас идет базарчик 35 микрорайона, ну, в принципе, как-то так, эту территорию особо, особо время не задело, оно как было, так и осталось ничего нового, рынок, какие-то, может, там максимально какие-то мафики, там какая-то пицца, какое-то пиво, а так, по факту, ничего интересного, вот, рынок, как рынок, ребята борзят такие интересные, блатным солнце светит, вот, как было, так и осталось, в принципе. Такой район, короче, солнечный, солнечный райончик. Максимально, короче, солнечный. Вот эти вот ганделики, видите, тут такие чайки, кофейки, ну, навывачки, пельмешики. Это ж, я надеюсь, вы понимаете, мы сейчас будем выходить на район этого самого автовокзала, короче, на вот эту вот дорогу уже, которая к выезду из города ведет. Да и вообще сам покров, по факту, блин, на велике спокойным темпом, полчаса с одного конца в другой, то есть, и все, ты приехал, уже приехал, куда тебе надо. И вот мы находимся вот в районе автовокзала, потихонечку пойдем в сторону улицы Тиквы туда вот, вглубь, вглубь, так сказать. И по дороге встретим очень интересное произведение искусства. Как по мне, очень балдежное и классное. Соборная 1. Стоит уточнить, что улицы поменяли свое название после декоммунизации. Такие вот дворовые массивы. Собачки отгуляют, что-то будет. Здрасте. А ты вакцинивался? Чини. Вот так. И классно вообще то, что мы снимаем осенью. Просто, ну, очень красиво как бы, потому что летом, ну, с нынешним климатом. Ну, это просто торба. Я даже как-то подумал, что у меня камера испортилась, но она ничего не испортилась. Просто, типа, все выгоревшее, выцвевшее. И смотрите, у нас в городе есть такой балдежный мурал. Мурал – это современный вид искусства. То есть это изображение на стене дома. Вот. Специальные художники-муралисты, которые этим занимаются. И у нас такая, ну, прикиньте, да? Какой балдеж. По крайней. Сейчас, вот, покажу вам как-то с такого ракурса. Ну, а значение, значение по, значит, по заявлению автора, оно несет такой смысл. То, что это изображение показывает любовь и уважение к животным. Вот. Смотрите. Такая вот красота. Находится у нас в городе. Красиво. Красиво. И, короче, я предлагаю вам, не отходя от кассы, тупо ныряем. Так. Жил массив. И идем смотреть дворы. Возможно, в этом районе кто-то из вас жил, имел знакомых, какое-то общение. Вот. Узнаете? Узнаете райончики? Вот мы находимся в районе автовокзала. Короче. Такое. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Снимаем 65-летию Покрова материал. Ну, дайте всем, короче. Ой, снял. Показал уже красоту, так сказать. Можете тоже сказать какое-то слово, сказать, поздравить покровчан. А только чтобы меня не было видно. Ну, уже не получится. Да? А это что у вас? Ну, у меня канал для себя на ютубе. На ютубе, короче. Будете звездой. Так вы что? Да. Поливаю клумб. Ну, это же классно. Молодцы, что ухаживаете за дворами. Сказка. Сказка, да. Я хочу приветствовать всех жителей города Покрова с таким святом, которое имеет четыре значения. Это покров Святої Богородицы Пречистої Деви Марии, которая покрывает. И с Днем Козаков, Козачества. С Днем Славного Нашого. И еще какие-то святы? Еще какие-то четвертые. Ну, сказали вы. Козачество. А, защитника. Святого защитника нашей страны. Нехай Бог нас охраняет, даёт нас наги всем жителям. Спасибо. Спасибо. И вам спасибо большое. До свидания. До свидания. Вот так, бачите, в дворах порядок, квиты. Люди занимаются. И не против даже сказать какое-то слово, так сказать. Вот они, эти дворы, дворы тридцать пятого. Варябина. Смотрите, как красиво уже пошел листочек меняться. Цвет меняется. Сказка, конечно. Мы сейчас во дворах по тыкве. Григория тыквы. Одного из достаточно значительных персонажей этого города. Это легендарный председатель комбината, который сделал колоссальное количество полезных дел для нашего города. Вот. Их через него назвали улиц. Ну, в целом дворовые системы как бы особо не преобразились, скажем так. Да, там имеются где-то у нас там площадки для деток. Ну, вот оно, типа как было, так оно и есть. Какие-то погреба. Вот это все такое поддолбанное. Короче, ну так. Ну, скажем, по-житейски принятно. Да, так пойдет еще. Бывало как бы хуже. Малышня он балуется. Вот такой вот. Вот такой вот видос. А потом еще постараемся снять видик. Именно уже празднование, празднование в покрове праздника. Приедет Олег Скрипка, Миша Романова. Для тех, кто не знает, это экс-участница Виагры. Посмотрим концерт, как будут люди там выступать и тому подобное. Вот как-то так. Выбрались мы, значит, в сторону большого ТБ. Короче, по дорожке. Девушка кота гладит, сидит, занимается. Короче, много очень интересных, прикольных людей. В городе Покров живет. И так красивенько вообще. По факту. Мне кажется, что многое как бы с того времени, вы по каким-то причинам отсюда уехали, уже поменялось. Много чего уже как бы и нет. Что-то есть хорошее, что-то есть плохое, в принципе. Ну, как-то так. Вот район восьмой школы. Хлопцы такие интересные. Моригенстейна, наверное, слушают. Короче, восьмерочка, да. Ну, пока до нее не дошла еще очередь. Когда-то это, может, будет вообще какой-то максимально красивый навчальный комплекс. Будем на это надеяться, что Покров получит второе дыхание и все будет классно. Вот сейчас постепенно спустимся в КТБшке. Короче. Вот на такой ноте начинается одна, так сказать, из частей нашего видика. Мацаны, которые наводят суету. Сейчас посмотрим, что тут на большом ОТБ поменялось. Как оно преобразилось. Потому что была тоже старая торговая недвижимость. Потом реконструкция. И, в принципе, все оно приняло приятный, так сказать, внешний вид. Тоже вот такая старая площадочка. Все ее помнят. С покон веков шла какая-то торговля. Ну, так оно сейчас и есть. Какие-то там аптеки, колбаски, сырки, косметика. Что-то поменялось, короче. Ну, и ОТБ стала уже black. Типа преобразованная, красивая. Так, короче, у нас точка-точка жизни. Сейчас покажу вам фасада. Ну что, ОТБ, ОТБ маркет 24 на 7 целодубово. Короче. Покров цена маяки життя. Покров новое качество жизни. Вот мы потихонечку спускаемся с ОТБшкина. профтехучилища, в котором у многих из вас началась эпопея обучения. То место, в котором вы грызли гранит науки, так сказать, получали знания. Вот этот район сейчас так вот выглядит. Район училища, район ОТБ. В принципе, вот как бы так, да. Ну и многие из вас понимают, что по факту там как бы сейчас еще пройти квартал вниз. И все, конец карты. Дальше города нет. Дальше уже пойдут экскаваторы, комбинат. Вот, в принципе, где-то на этих нотах и заканчивается Покров. Посмотрим, как оно вот проходит, так сказать, жизнь на этих вот локациях по Лизы Чайкиной. В принципе. А следующая часть нашего влога, уже нашего, так сказать, видео будет из мест вокруг города. В лесу, на пляже. Попьем кофеечку, посмотрим. Может, какого-то оленя встретим. Или там какую-то птицу. Короче, все. Даже вот уже отсюда видно какой-то террикон. Конец города. Мы находимся по адресу Лизы Чайкиной, 21. Короче. Вот. И уже по факту здесь у нас виднеется он. Белая лебедя. Фабрика прихотажная. Вот. Так сказать, последний жилой дом. По этой части. Дальше туда к выезду тоже там. Уже все. Дома, я читаю, уже у степи. Вот. Для меня лично тоже вот секрет, что это за плитки. Может какая-то стройка будет. Что-то может придумали построить. Спортплощадка училища. Короче. Детвора лазят. Детвора лазят по плитам. Вот уже конец, конец карты. Типа. Вот. Как-то так. Белая лебеда. Плит. Силач сейчас стоит. Ну, сейчас вылезим, посмотрим что тут. Аккуратно только надо, что у него за... за херня. По факту, что тут у нас за развалины, да? Вот она. Вот она. А, это, короче, снесли просто эту недостройку. Короче, разбирают ее. Все. И вон горизонт, виднеется экскаватор шагающий. Вот. Белая лебедя. Возвращается этот стоянка. Этот вот район. Такой, скажем, конечный. А недостроенный дом, вот, подлежит демонтажу. Он будет играться. Ну, по факту и правильно. Меньше будет травматизма. То есть, вот, и дети разбивались, скалечились. То есть, как-то так. Ну, и давайте, что, мы на этой ноте. В этой части, скажем, стоп. Да, как бы, мы прошлись, посмотрели. Такие основные места. Если у вас будут какие-то предложения, пишите в комментариях. Что я не доснял, что не показал. Спасибо вам за внимание. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Все делаем для вас. Спасибо.